ребята добрый день вы уже видите какая обстановочка я же не дома а я на студийной кухне и вы посмотрите кто у меня в гостях директор нашего бобруйского театра замечательная красивая девушка все сегодня мне мой телефон не нужен потому что здесь целая команда видеооператоров режиссер и так мы начинаем бульба сало тык табуля вы помните еще вы начиналась вообще моя карьера мне не составляет труда варить суп в полночь я иду сразу мясной спектакль должен начаться через пять минут вот этим тоже можно за и корицей женщины руководителем это интересно достаньте перо из крыла павлина фестиваль это действительно праздник как нежно как вкусно вероника александровна ну чем мы с вами займемся сегодня что вы нам предложите я предпочитаю приготовить сегодня тыквенный суп а скажите а почему именно тыквенный суп это ваше любимое блюдо я предпочитаю продукты по сезону во первых это по сезону во вторых это очень полезно потому что это кладезь витаминов и в третьих это яркий солнечный свет которого нам сейчас так не хватает плюс желтый цвет это же цвет настроения естественно давайте его поднимать уже будем для того чтобы приготовить тыквенный суп нам понадобится тыква лук морковь немножко картошки так все на месте но немного специй это по ходу поэтому можем поступать а я могут еще с вами попутно приготовила традиционное белорусское блюдо это скажем так не драники но такие как сказать черные блины они на основе картофеля делаются я бы к этим блинам обязательно готовила зажарку вероника вот я не знаю подойдет ли вам мое блюдо вы такая очень стройная миниатюрная вы наверно на диете вот вообще скажите пожалуйста вот вы и ваша и ваши артисты театра вы придерживаетесь какой-то диеты или вы едите все подряд но перед перед съемками перед спектаклями голодаете вот как вообще у вас обстоит это все дело в театре ну я не придерживаюсь диета я ем абсолютно все я люблю выбирать полезные продукты продукты как я уже сказала по сезону вот артисты конечно я думаю что они придерживаются диеты потому что любой артист обязан держать себя в форме я вот только недавно узнала вообще вас что вы вот такой популярный блогер можно вы специализируетесь вообще на готовке я же застесняюсь мне мне просто интересно мне вот вот интересно всегда задают вопрос гостю а вот что думают по этому поводу ведущий ведущий я не знаю почему когда мне такие вопросы задают когда вот меня на улицах люди встречают я волнуюсь мне говорят что я популярная себя почему-то популярной не считаю ну да у меня есть страница да у меня есть свой аккаунт в тик ток там уже практически 100 тысяч подписчиков поэтому предлагаю ребята в любом поисковике набирайте алена мещихина переходите на мой тик ток канал он сразу высветится и подписывайтесь вероника расскажите а вот ну театр начинается с вешалки вот мне интересно очень за кулисье как как у вас там обстоит вас там наверное суета постоянная постоянные какие-то движения может быть даже какие-то бывают неполадки вообще бывает у вас когда-нибудь срывы вот спектакль должен начаться через пять минут а у вас что-то там не готово конечно бывает что театр то в первую очередь живые люди вы говорите что театр начинается с вешалки нет театр начинается с идеи поэтому а чтобы посмотреть наше закулисье приходите к нам на экскурсию мы проводим экскурсии театральная закулисья так они и называются так я даже там смогу поснимать что-то для своего аккаунта конечно конечно мы наоборот мы поддерживаем это наша значит будем сотрудничать друг другу руки всегда люблю простую еду которая очень быстро готовится там где доступные продукты и желательно в пользе поэтому вот смотрите какие у нас яркие ингредиенты я тоже люблю и вот вы знаете меня почему-то вот я не знаю может быть я кого-то обижу да но меня очень обижает вот такие кулинарные передачи или какие-то вот даже кулинарные блоги там где достаньте перо из крыла павлина мелко покрошить и положить его в суп я считаю что мы живем в беларуси у нас богатая своя кухню его бульба сало тык цебуля морква цебуля лучок зеленуха даже это да вы помните с чего начиналась вообще моя карьера я помню самую первую статью которая была вот в бобруйском жите вышла и там были такие фотографии где я в огороде прям вот с тыквами а у вас есть огород да у меня есть огород и что эту тыкву вырастили они купили у бабушки на рынке нет мы ее вырастили ничего себе вот я всегда за простоту приготовления бруда и ну уж простите меня стараюсь максимально мало использовать посуду при этом вот я нашу картошечку вот здесь раздробила сейчас я беру сюда наливаю кефир у меня здесь где-то наверно ну картошек 8 я туда добавляю кефир ну примерно где-то половина стакана сейчас я добавляю сюда чайную ложку половину чайной ложки соды это для того чтобы перебить кислоту и чтобы наши блинчики были пышные так обязательно все мы тщательно перемешиваем соль щепотка напоминаю что мы сейчас будем печь черные белорусские блины вероника александровна вот я вам задам такой вопрос вот у нас сейчас предстоит национальный фестиваль драматургии вот расскажите пожалуйста да совсем скоро у нас откроется республиканский фестиваль национальной драматургии 28 ноября стартует фестиваль он пройдет у нас уже в девятый раз на этот раз были отобрана 11 спектаклей которые будут вмещены фестивальную программу в течение шести дней фестиваль это действительно праздник для нас в частности несмотря на то что требует кропотливой работы и подготовки такой серьезной вот очень-очень приятно что мы соблюдаем традиции что на сегодняшний день сохраняем уникальность нашего фестиваля а в чём это уникальность все спектакли которые будут представлены на фестивале исключительно по произведениям белорусских авторов если вы позволите я хотела бы вообще пользуясь случаем пригласить всех зрителей на спектакли которые будут в рамках республиканского фестиваля национальной драматургии который пройдет я еще раз напоминаю всем с 28 ноября по 3 декабря в течение шести дней ежедневно будут спектакли из пяти областей нашей республики из 11 театров поэтому будет что выбрать на свой вкус и будет чем впечатлиться вы пообещаете что вы придете я обещаю торжественно клянусь я буду первым гостем вероника скажите вот у вас хватает дома время на готовку сразу же наверное мне кажется живете в театре да я так и есть но на готовку я нахожу время не не составляет труда варить суп в полночь или делать блины в 5 утра нормально к этому снашусь а скажите фастфуд вы уважаете или нет фастфуд вы что ни в коем случае шепотом посмотрите какие у нас румяные получаются блинчики это все это все наша белорусская бульба наша белорусская бульба это уникальный продукт скажите вот вы когда приходите в супермаркет вот скажите ваша обычная потребительская корзина что вы покупаете наверно первым делом вы идете магазин в отдел овощи фрукты нет совсем нет я иду сразу мясной мясной и что вы там покупаете курицу мясо что вообще мясо обязательно мясо обязательно потому что у меня растет сын белок нужно обязательно мясо до разных видов причем потому что у нас разные предпочтения себе я беру курицу лентейку сыну я беру либо свинину либо гаядину меня закипает вода и что мы туда туда я отправляю специи немножко перец черный перец горошком да я вот готовилась к передаче к нашей немножко изучила вашу биографию вы уже более наверное 15 лет стоите у руля нашего замечательного театра вот расскажите как вообще быть вот руководитель женщина вот вот давайте вот немножко раскроем секрет как воспринимается это потому что мы всегда привыкли видеть руководителя мужчиной а тут такая очаровательная женщина вот как 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 быть женщиной директором интересно интерес быть женщиной руководителем это интересно это конечно очень ответственно потому что очень важно переключаться а вы строгая что у женщины не знаю вряд ли вы мягкая поэтому наверно нет нет мягкая наверное это такое слово не 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 совсем правильно потому что мягкость она может выражаться в разном ключе как бы и если мы говорим о руководителе то здесь как бы мягкость она немножко другая здесь должна быть твердость потому что должна быть точка опоры моего как бы основное такое ну и принцип это конечно справедливость это понимание и это такая четко слаженная работа и в любом случае даже учитывая то что творческий процесс он хаотичный я все-таки стараюсь всегда его привести каким-то нормам тем временем вода у нас закипает а у меня тем временем картошку вот что получилось а это что семечки можно да это прям кладезь витаминов тоже у меня своими обогатили витаминами на весь год я видела что вы своем блоге солили семечки сушили вот мне бы хотелось интересно кто их щелкой а я вам расскажу правду я их поставила сушить и не посушила такое тоже бывает последний блин мы уже дожарили не было ни одного блина комом и сейчас мы приступаем к очень ответственному моменту а какой же это ответственный момент это белорусское сало жарим на нашей сковородочке вероника александровна я знаю что вы были делегатом в нс это же очень серьезно это очень ответственно вот расскажите вообще ваши ощущения каково это быть делегатом в нс спасибо за этот вопрос но я не была я и сейчас есть делегат в нс так это для меня это во первых честь во вторых это огромная ответственность ну конечно и я этим очень горжусь потому что это такое очень высокое доверие мне вообще человек как вы себя контролируете как вы якоритесь вообще сейчас модно об этом думать говорить и обсуждать быть так сказать в энергетическом поле хоть как шкварчит да у меня уже декут очень весело вот вот этим тоже можно за и корица это тоже можно а видите подхватили все таки мои слова это тоже может быть какая-то отдушина потому что по-разному в общем-то можно восстанавливать силы если я правильно поняла ваш вопрос но мое глубокое убеждение что лучше не доводить до критического момента распределять как бы силы и возможности так чтобы потом не пришлось прям восстанавливаться с нуля что касается меня лично я очень люблю на природе отдохнуть я очень люблю вот буквально я в это воскресенье я была в лесу собирала грибы я люблю ягоды собирать в сезон тоже это брусника черника клюква для меня очень важно быть в контакте с природой а спорт как вы относитесь к спорту морт я тоже люблю я занимаюсь спортом не прекращаю никогда это что фитнес бегаете по утрам как но уже немножко по-другому распределяются нагрузки со временем поэтому сейчас моей жизни это плавание и йога здесь как раз кипят наши овощи я сейчас добавлю сюда имбирь а это не будет острым имбирь он такой горячит кровь нет это будет такой как бы вот как раз по-осеннему а у меня тем временем уже аромат меня просто сбивает с ног посмотрите какое румяная наша салка что мы делаем дальше для того чтобы это получилось конкретная белорусская мочанка мы берем сметану внимание сметану нашу белорусскую вкусную самую вкусную сметану и добавляем сюда немного воды зелень душистый наш укропчик я даже предлагаю просто порвать руками никаких ножей белорусская кухня красиво вероника вот как вам сейчас остается на кухне меня уже ароматы сбивают с ног я уже хочу скорее тут тыква тут тыква париться тут шкварка шкварчит тут блины эти ароматом веют вас не сбивает с ног я терпеливый человек по натуре а я нет вот видите поэтому вы наверное директор театра потому что вы терпеливый человек я буду у вас учиться а для чего вам лимон а мы же собирались готовить еще морс ухты с лимоном с сахаром и с клюквой и сам берем это она отлично она отлично кстати впишется вот в нашу задумку я так думаю потому что а компот никто не отменял а почему такой цвет образовался в турнире имбирь это же будет глинтвейн какой-то нет если бы глинтвейн то я бы добавила туда другие ингредиенты а вот скажите а ягода это что она будет так для декора или мы сейчас это все перебором и это с болтами чуть-чуть потрем так у нас уже закипает наш суп и еще вот у меня вопрос может бобручане и наша аудитория запускайте туда уже лучок скажите а бобруиск участвует фестивале конечно бобруска участвует фестивале место будет ну как я не профессионал хорошее предложение конечно но мы как хозяева фестиваля мы всегда участвуем принимаем участие в фестивале в этом году мы заявили спектакль идиллия или я это произведение дунина мартинкевича которого носит наш театр идиллия уже неоднократно ставилась у нас на сцене это уже будет так сказать третий вариант идиллии а вот и если вы помните про что вообще идиллия наверно то что мы пытаемся весь вечер говорить да про идиллию любого дородного края я предлагаю пока наш суп кипит угоститься вашим целебным морсом или что это такой почти компот напиток вот видно что сюда вложили душу это так вкусно это вообще он и обжигающие он и острый он и кислый просто нет слов сейчас наши овощи уже готовы мы их снимаем с плиты и я их измельчу это самый волнительный момент тыквенный суп я никогда в жизни его не пробовала никогда очень важный ингредиент это тыквенные семечки да это прям вообще польза пользу вот нужно нужно все а а семечки тыквенные это что это цинк это здоровые волосы здоровая кожа и вообще здоровый организм я предлагаю вам попробовать эту красоту это кульминационный момент всей нашей передачи я не столько люблю готовить сколько люблю чтобы все были с а я вот очень волнуюсь потому что тыквенный суп я ни разу не пробовала ну давайте как нежно как вкусно для меня это традиционное блюдо и я вот такие блины ела прям самого детства только тогда мы готовили в печи в печи да но я думаю что этот вариант ничем не хуже и я думаю что он такой же вкусный поэтому вот это мой вкус детства и спасибо вам первый блин у нас не комом 1 блин у нас гостью поэтому пожалуйста вот шкварка вот белорусский блин я просто хочу ваше мнение послушать это очень вкусно невозможно невозможно оторваться спасибо это было кулинарное шоу под острым соусом соленой мещихиной на телеканале бобруйск 360 мы с вами прощаемся ровно на одну неделю через неделю я здесь на этой же кухне в этой же студии встречу особого гостя и поверьте будет еще жарче не нормально стоп сейчас я соберусь как я почищу эту бульбу я понимаю почему муж предпочитает чистить картошку он и немножко тоньше чисто бережет так сейчас я приду к этой мысли я вот в такие кефир не добавляю мама сказала добавить я добавила правильно не было никакой картошки посмотрите коровы а я тогда подготовлю красивые стаканы а где изготовить красивые стаканы надо записывать с нашей памятью но что сделать чтобы оно не горело у меня сейчас загорится лицо я поняла я поняла а это баламутиться надо что-то перебить слушайте а ну очень как бы горячо поэтому отойдите а ее на меня развернут мне кажется она на меня не смотрит а научиться меня как прощаться потому что я не знаю аплодисменты